Мы продолжаем программу «Тема дня» на телеканале Eton TV. Веду ее я, Александр Гурарье. Сегодня весь мир отмечает память жертв Холокоста. В это время, в эти минуты в Брюсселе, в здании Европарламента, проходит торжественное заседание. Мы побеседуем на эту печальную тему с руководителем Еврейского музея России Борохом Гориным. Здравствуйте, Борох. Добрый день, здравствуйте. Точнее, это же не руководитель, а председатель правления Еврейского музея. Борох, скажите, пожалуйста, как этот день отмечается в Москве и что этот день вообще для нас, для всех, для евреев и неевреев? Ну, отмечается в Москве он целым рядом мероприятий в различных еврейских организациях. В этом году разные московские еврейские организации эти мероприятия проводят совместно. Это неделя памяти Холокоста. Это мемориальный вечер, который сегодня прошел в Еврейском музее нашем, где, кроме всего прочего, открылась выставка совместно с Ядвашемом с помощью фонда «Генезис», который, правильнее всего, наверное, сказать, рефлексия Холокоста. То есть разные медийные и немедийные персоны, академические исследователи и публицисты, и писатели рассуждают о 19 вопросах на тему Холокоста. Это очень любопытный материал. Вот сегодня такая выставка открылась в Российском еврейском музее. Кроме этого, проводятся мемориальные вечера, проводятся музыкальные вечера. В общем, я бы сказал, палитра очень разнообразна. Но это первая часть вашего вопроса. Вторая часть вопроса, что для нас означает этот день. Ну, я бы сказал, что я вот уже много лет веду подобные мемориальные вечера, и для меня это очень изматывающая история, потому что в такого рода мероприятиях заложена бомба замедленного действия. И вот эта ритуализация памяти, она, с одной стороны, должна быть, а с другой стороны, она очень мешает. То есть 27 января – это день освобождения Освенцева. Но, честно говоря, освобождением эту дату даже сложно назвать, поскольку из тех, кто прошел через Освенцев, освобождены были буквально проценты небольшие выживших. И освенцам – это, конечно, история о том, что человеческая жизнь не стоила ничего, и этих жизней были миллионы. Поэтому, конечно, это день не столько даже памяти как таковой, сколько день скорби, и, я бы сказал, день ужаса. Потому что то, о чем мы стараемся говорить, несмотря на все неприятия мной вот этих мемориальных вечеров, я пытаюсь говорить о том, что для меня важно на них. И для меня важно то, что, собственно, Холокост и Освенцим – это, конечно, темнейшая сторона истории человечества, но в чем ее особенный кошмар, особенный ужас? В том, что Освенцим показал, что цивилизация ничего не стоит, что вполне себе образованный университетский выпускник может творить преступления и кровожадные убийства похлеще первобытного человека, который не умел не то что читать и писать, но который еще и существовал в эпоху, когда дикой грамотности и алфавитов не существовало. Потому что Холокост мог быть в таких масштабах проведен только как квинтэссенция цивилизации, как квинтэссенция развития человечества. И вот то, что квинтэссенция развития человечества, его технической мысли, его философской мысли, Холокост бы не мог существовать без почтенной школы российской философии, его пропагандистской машины, его образовательной машины и так далее, это вот квинтэссенция цивилизации. И то, что квинтэссенция цивилизации привела к Холокосту, означает в общем только одно, что Холокост может повториться каждый день. И хуже того, он повторяется каждый день. То есть мы в общем видим, что за эти 70 с лишним лет человечество лучше не стало. Европа потихонечку отходит от шока, от открытия правды об Освенцами, и уже вполне может оправдывать убийство, скажем, в Израиле. То есть мы видим такие обертоны сознания, которые нам очень знакомы по 1939 году и по 1940 году. Причем это, конечно, касается далеко не только евреев, то, что происходит, скажем, с езидами. Вот вам полное повторение событий Холокоста. Так что этот день для меня день ужаса, ужаса и ужаса непрекращающегося и вовсе даже не недели освобождения, а день конца цивилизации. Борг, скажите, пожалуйста, отмечается ли как-то, отражается ли как-то День памяти Холокосту в официальных средствах массовой информации российских? Есть ли какая-то реакция от официальных лиц? То есть про еврейские организации мы как бы поняли. Да, с того времени, как президент Путин в прошлом году посетил еврейский музей, на вот этой мемориальной церемонии с прошлого года, в общем, это очень активно отмечается, по крайней мере, во всем маховике пропаганды, в лучшем смысле этого слова, на федеральных каналах обязательно во всех новостях идут сюжеты об освобождении Освенцима, сюжеты о Холокосте, интервью с жертвами Холокоста, показывают, как зажигают свечи в Израиле. Понятно, в другой день, но показывают это именно в этот день. В общем, да, скажем, в официальных мероприятиях принимают участие официальные лица, представители Министерства иностранных дел, представители администрации президента. Так что все с официальной точки зрения очень даже высокопоставлено. Но я бы сказал о чем-то другом, что ведь в прошлом году это было особенно заметно, и особенно, я бы сказал, выпукло. Но все последние годы это так. Память о войне, память о Холокосте, в частности, это, в общем, один из козырей современной российской пропаганды. Поэтому то, что пренепременно 27 января во всех сюжетах говорится о коллаборационизме прибалтов, украинцев, при этом, конечно, не упоминается о коллаборационизме казаков русских и о Локотской республике и так далее, это вот оборотная сторона этого интереса к памяти о Холокосте. То есть, да, сегодня Холокост... Она как бы используется в струе пропаганды, да? Да, что имеет две стороны медали. С одной стороны, ну, в общем, ничего плохого в том, что память о Холокосте – это часть пропаганды, я не вижу. Это вполне можно было бы приветствовать. Но то, что совершенно очевидно из этой памяти пытаются извлечь вполне себе актуальные дивиденды, это, конечно, достаточно цинично. С другой стороны, объекты этой критики, то есть объекты этой пропаганды, к несчастью, дают для этого достаточно поводов. Поэтому, я бы сказал, тут все обоюдно. Но, несомненно, память о Холокосте сегодня одна из политических карт. Борок, скажите, если уж мы продолжаем тему Холокоста, нельзя не сказать, конечно, либо антисемитизм, который поднимает свою голову в Европе. Мы беседовали сегодня на эту тему с Брюсселем, где проходит конференция Генеральной Ассаблеи Европейского и Еврейского Конгресса. И, в частности, не могу не задать вопрос по поводу недавнего приглашения Владимира Владимировича Путина, адресованного евреям Европы и евреям, уехавших из Советского Союза, с призывом вернуться и приехать в Россию, где они будут в полной безопасности. Как отреагировали еврейские организации, российские, московские, на это предложение? А еще Путин однажды предлагал всем западным журналистам сделать обрезание в Москве. Понимаете, мне кажется, комментировать все шутки российского национального лидера в качестве серьезных заявлений, когда не оставляется никаких сомнений в том, что это шуточные какие-то иногда удачные, иногда менее удачные высказывания, мне представляется необязательным. Мы все видели и синхрон этой встречи, и, собственно, видеокадры именно этого замечательного разговора. Господин Кантер, президент Европейского рейского конгресса, подробно достаточно докладывал президенту России о том, как тяжело евреям сейчас в Европе, о том, как впервые со времен Второй мировой войны евреи чувствуют себя не просто в опасности, а паникуют по этому. И Путин прервал его, сказав, пусть едут к нам, к нам. Воспринимать это как серьезное приглашение, я вас уверяю, что Путин в силу своей основной специальности догадывается, что евреям в Тобольске живется не лучше, чем евреям в Лондоне, и причины тут вовсе не антисемитизм, а общее состояние дела. Так что я предлагаю шуточные заявления Путина в качестве заявления, а тем более приглашений. Не рассматривать, но, по-моему, никто и не торопится особенно по этому поводу немедленно эмигрировать в Россию. Мой вопрос, на самом деле, был связан с тем, что как раз еврейский конгресс под руководством Вячеслава Кантера не воспринял это как шутку. И мало того, на сегодняшнем заседании, которое происходило в Брюсселе, этот вопрос особо рассматривался. И мало того, если я правильно понял, там собираются создать специальную комиссию, которая будет изучать этот вопрос. То есть принято это все на полном серьезе. Я специально задавал вопрос журналисту... Ну, европейский, в европейском духе Франца Кавки. Мне не хотелось бы обсуждать, почему господин Кантер делает те или иные движения и делает те или иные заявления. Он человек умный, я уверен, что для него это какая-то своя, не связанная с сутью вопроса игра. Да. Понимаете, в чем дело? Ну, гипотетически рассматривая эту историю, в, скажем, среднеазиатских республиках, из республиков или центральноазиатских республиков бывшего Советского Союза, живет достаточно много евреев, которые действительно с удовольствием бы эмигрировали в Россию. И пытаются это делать довольно давно, сталкиваясь с огромными сложностями, как и все остальные мигранты из бывшего Советского Союза. Так что чисто технически, ну, представим себе, что пусть не из Франции, а из, скажем, Румынии евреи захотели переехать в Россию. Для этого должна быть специальная законодательная база. Для этого должны быть специальные миграционные нормы, резко отличающиеся от обычной процедуры. Что-то такое кто-то в федеральной службе, в миграционной службе или в Министерстве иностранных дел по результатам этого заявления делал, мы такого ничего не слышали. А это важнее, чем все действия, которые будут делаться в Биусселе, в Европейском еврейском конгрессе или в любой другой еврейской и нееврейской организации. Поэтому мы можем обсуждать реакцию еврейских организаций вроде еврейского конгресса. Мне кажется, что эта реакция не имеет прямого отношения к, собственно, переезду европейских евреев в Россию. Он имеет отношение к давлению на европейских политиков. То есть Европейский еврейский конгресс занимается лоббированием, в частности, еврейских интересов. Для этого все, с их точки зрения, средства хороши. И Путин им вполне можно покозырять в прямом и переносном смысле слова и рассказывать о кошмарах и о ужасах парижских евреев и о преимуществе российско-еврейской общины жизни в этом смысле. Это вполне может быть вот такой шаг давления на европейских политиков, которые действительно очень многие и очень часто не обращают достаточно внимания на положение еврейских общин в своих странах. С другой стороны, это подчеркивает роль господина Кантора в европейско-еврейской общине, которая очень разнородна, которая далеко не всеми своими компонентами является частью Европейского еврейского конгресса. В общем, это многоходовая игра, в которой господин Кантор, уверяю, вас понимает лучше нас обоих. Поэтому я, конечно, могу в качестве комментатора спортивного пытаться его ходы разбирать, но мне кажется, что это не слишком благодарное дело, потому что мы не знаем всех его задач, которые перед ним стоят. Что касается непосредственной сути вопроса, я думаю, она тут на периферии. — Большое вам спасибо, Боров Горин, председатель правления Еврейского музея России, за это интересное интервью. Всего доброго, будьте здоровы. — Спасибо, до свидания.